Продолжение следует... 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 об этом мы поговорим в следующем вопросе, но дело в том, что густая кровь, вот это как раз, когда есть высокий гемоглобин, вот это густая кровь. А, значит, когда говорят о факторах свертвости крови, мы тогда говорим о вязкости крови, но не густой крови, немножко другое понятие. Так вот, фактически мы очень мало знаем о том, какой должен быть уровень гемоглобина у женщин, когда мы можем говорить, что это нормальный уровень гемоглобина, когда речь идёт о высоких уровнях. Поэтому если, скажем, у небеременных 155 это будет метка, то, скажем, у беременных, наверное, такая метка будет где-то в районе 150. Теперь, когда вот такой находят, то логически это как бы не совпадает с физиологическими процессами, которые проходят при беременности. Поэтому необходимо включить логику и задать вопрос, почему такой уровень гемоглобина, то есть что это? То есть был он раньше такой или только стал во время беременности такой? И вот здесь, значит, какие есть причины возникновения вот повышенного уровня гемоглобина? Большинство причин, большинство причин является несвязанным заболеванием, то есть они несвязаны с заболеванием. Самая распространённая причина – это, значит, фактически, когда женщина живёт на высоком уровне местности, то есть по сравнению с уровнем моря, то есть высокогорные основные районы, у таких женщин уровень гемоглобина всегда выше по сравнению с теми, кто живёт на, скажем, низких уровнях местности. То есть это самые распространённые причины. Теперь дальше, курение. У женщин, которые курят, тоже наблюдается смещение соотношений между количеством альтроцитов и плазмы, там, значит, теряется часть плазмы крови, потому что монооксид углерода, он связывается с кислородом, и поэтому уровень гемоглобина, значит, меняется. Дальше. Заболевания сердца, населечно-сосудистые заболевания и лёгких, потому что там идёт нарушение перераспределения крови, поэтому фактически при таких случаях могут быть нарушения со стороны уровня гемоглобина, и фактически единственное заболевание, которое приводит к уровню повышения гемоглобина – это полицитемия, полицитемия – вера. Полицитемия – вера, значит, это самые частые, значит, объяснения, скажем, повышения уровня гемоглобина, когда все другие причины исключены. Теперь, это мы говорили со стороны альтроцитов, когда количество альтроцитов повышается. Дальше, когда количество плазмы уменьшается, когда может быть гемоглобин повышен, в первом 3 месяце беременности, когда у женщины тошнота, особенно рвота, они теряют большое количество жидкости. У таких женщин как раз повышается уровень гемоглобина. Следующее – это то, что женщина не принимает большое количество жидкости, потому что существует такой вот глупый совет, рекомендация, это страх, миф, что якобы беременной женщине нельзя пить воду, потому что это вообще жидкости, потому что у неё будут отёки, она будет себя плохо чувствовать, внутренние отёки и тому подобное. Так вот, на самом деле, как раз процесс дегидратации, то есть нехватка жидкости может привести к сгущению крови, то есть может быть вот это меньшее количество плазмы крови и, соответственно, высокий уровень гемоглобина. Женщина должна принимать жидкость беременности, только жестоко и до беременности, то есть нельзя ограничить себя в жидкости, даже можно больше. Единственное, что рекомендуется, ходить вовремя, часто в туалет, каждые 2-3 часа не задерживать мочу. И никаких мочегонных препаратов, отёки – это нормальное явление беременности, поэтому никаких препаратов, которые бы изгоняли воду, потому что это кардинально нарушает уровень солей, вот это электролитный обмен крови женщины, и плюс нарушает вот как раз уровень гемоглобина. И ещё одна заболевание, группа заболеваний, которые могут быть связаны с нарушением количества объёма плазмы. У женщин, страдающих гипертонией беременности, также с сахаром и лебедом, и рядом других, может быть пониженный уровень плазмы крови в то время, когда при беременности он должен увеличиваться, то есть этот объём становится меньше по сравнению с теми параметра, которые мы должны видеть при беременности. И в таких случаях тоже может быть повышенный уровень гемоглобина. Поэтому определяются вот фактически все возможные причины, и, конечно же, обязательно диагностируется или исключается, подтверждается полицитемия веры. К сожалению, большинство наших гематологов не умеет диагностировать полицитемию веры. То есть выпускается этот момент. Теперь в отношении назначений. Вот полицитемия вера – это как раз единственное заболевание, которое требует приём аспирина и низкомолекулярного гепарина. То есть это единственное. И в некоторых случаях, когда есть ряд заболеваний крови, может быть так называемое циторедуктивное лечение. То есть препараты, которые понижают количество эритроцитов крови. То есть есть такие ряд препаратов. Кстати, интерферон, который так пичкает всех подряд, интерферон может понижать уровень гемоглобина, то есть за счёт как раз понижения количества эритроцитов крови. И является интерферон – один из методов лечения ряда заболеваний крови, протекающих по типу рака, когда как раз необходимо подавить рост этих клеток крови. Теперь, значит, в данном случае, значит, есть причина. Это длинная пуповина. И это говорит о том, это не связано с полюсотемией веры, это обычно не связано. Это порог развития пуповины. Порог развития, значит, исходит из порог развития плода. То есть хотя плод ребёнок нормальный, но в принципе я не знаю, насколько действительно проводилось детальное вскрытие и вот анализ ребёнка. Но дело в том, что как раз вот длинные пуповины, уровень потери ребёнка намного выше, чем, скажем, при нормальной пуповине. То есть это одна из проблем длинных пуповин. И очень часто длинные пуповины ассоциируются с порогами развития у ребёнка. Теперь относительно, значит, так как ребёнок, следующий ребёнок тоже родился с низким весом, значит, возможно, есть всё-таки какой-то генетический комплекс. То есть не обязательно это связано именно с уровнем гемоглобина. В то же время полицепиния вера действительно сопровождается с более высоким уровнем потерь беременности, внутриутробной гибели плода, мертворождением, отслойка плаценты. То есть полицепиния вера может быть причиной гибели ребёнка и мертворождения. И в таких случаях, конечно же, этим женщинам рекомендуется аспирин и низкомолекулярный гепарин. Аспирин обычно 75 мг, низкомолекулярный, там, значит, в зависимости от вида, на основном 40 мг в сутки. Но опять же, повторюсь, зависит от вида препарата. Поэтому вот в данном случае нет достаточно, вот, скажем, данных, нет вот таких диагностических данных, лабораторийных данных, чтобы сказать, какая причина была гибели ребёнка и насколько эффективным является или будет, скажем, назначение этих препаратов для последующей беременности. Сначала нужно уточнить диагноз, а уже потом, значит, исходить от того, нужен в данном случае аспирин с гепарином или не нужен. Так. Спасибо. 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 Продолжение следует...